Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова Человек, который создал пародию на реперсиаву со своими представлениями о прекрасном. Я предлагаю для начала познакомить тех, кто нас смотрит и слушает, но не имеет представления о том, что такое качество этих самых баттлов. Я сразу предлагаю начать с цитаты из Окси Мирона, которая показывает всю степень негатива по отношению к партнеру, с которым он находится в битве. Степень агрессии, степень нарочитой, впрочем. Там было много таких моментов. Три раунда там было. Из первого раунда мы выбрали небольшой кусочек. Я студию попрошу нам показать этот волшебный момент. Правда, я должна сразу предупредить, что по правилам Ютьюба мы не можем показывать видео, поэтому мы взяли только звук и на фото этого красавца и второго красавца мы тоже увидим. Вот, значит, текст, который они произносят. А кто берет слухи про близких, чтобы выиграть вес? Просто показывает, кто на этом ринге отец. Подумаешь, Кет, тебе светит лишь форс в МДК. Сколько лямов я сделал за год, спорят в Форб с РБК. Ясен Красин про меня сплетен вагон. Я даже бросил группе, вдруг они проколят перед этим гандом. А после сольют наши фотки журналу «Окей». Это темная сторона славы. Как и его поездка полгода назад на Пхукет. Опа! Что? У меня тоже есть птички. Ты че, упороты? И в отличие от твоих... Ты че, упороты? У меня тоже есть птички. И в отличие от твоих, у них есть микрофоны-петлички. Ты че, упороты? Он думает, только бы не история про Голден Резорт. Братан, это не позор. Это не позор. Скажем так, очень недолго и в меру невинно, но у него там был друг, под кодовым словом танцор. Не совсем массажист, не совсем визажист, не совсем экзотический танцер, но проблема в другом. Как две капли воды, он похож на типичного транса. Дайте мне папочку. Где папочка? Вот. А теперь я прошу сюда выйти всех тех, кто реально в резорте увидел Карелина. Ладно, походу, сегодня их нет. Но еще лишь немного, и вы бы поверили. Прекрасный пример гомофобных шуток со стороны Окси ответит ему Гнойной антисемитскими шуточками. Там все с точки зрения равновесия превосходно. И второй фрагмент уже из Гнойного я бы хотела послушать о его предъявах. Это я правильно, Иван, говорю? Ну, в принципе, да, та риторика, которая дозвучала. Вот его предъявы Гнойного, значит, к Окси, как к человеку, который плохо владеет русским языком. Ха-ха-ха. Давайте посмотрим. Скуже всего вы, творцы этой похабнейшей вкусовщины, где третисортный ремикс Есенина или первосортный Олдоса Хаксли имеют социальное одобрение, но мне дебилые еврейские сказки. Я не слушаю Горгород, не читаю Тору и не зависаю на эхо Москвы. Странно, в правом секторе любят лысых, но тебе бы там дали пи**и. Нет! Нет! Тише, тише. За графоманию, как у Бродского. Говнолирику, как у Сесенина. Где ты сам-то гуляешь по краю? У отеля по краю бассейна. Когда ты мне скажешь, что я не представляю интереса, как музыкант, и живу за счет сомнительного хайпа. Ты, по сути, опишешь себя, ведь Горгород даже нехорошая калька. Не напалма жвачка. Ты просто просрался пачкой либеральных клише. Но писать антиутопии, какой-то протест, баран. Бесполезно как? Разгонять резиновыми пулями гей-парад. Ты не пел с баррикад и даже... Ты не пел с баррикад и даже твой любимый Ламар. Говорил, фак Трампа, для тебя фак ап. Это вечер открытых забрал, да ты слышишься сказать прямо. И даже он вам не Димон, в этом плане посмелее, чем твой ебаный альбом. Он скажет, я не политик, я артист, я не пишу заявления, я пишу треки. Но как и политик, ты популист, иначе зачем примазался к теме? Чего, как болел за Россию, что на нервах терял ганглии? Но когда тут проходили митинги, где ты сидел? В Англии! Лондон, Лондон, научи нас жить, как бы без тебя обустроить Россию. Ты выдаешь бульварный роман за политическую сатиру, но не называешь имен там, список еврейских фамилий. А в России традиция, не называть имена, когда речь идет о крысе в своем коллективе. А здесь следует сказать, что Горгород — это альбом Оксимирона, который критикуется. Этот альбом Нонин назвал аудиокнигой, поскольку он стоит 13 треков, которые следят друг за другом. То есть это на самом деле похоже на аудиокнигу? Нет, на самом деле мне понравился Горгород, но и Гнонин тут прав, потому что антиутопия совершенно обыкновенная. Она, конечно, хорошо исполнена, хорошо написан альбом, но Гнонин тут тоже прав, его точки зрения. Что понравилось больше всего в этом всем, больше, чем часовом, более часового зрелища? Ну нет, самое главное, мне понравилось, что это просто качественно сделано шоу в первую очередь. То есть это очень крутое шоу, тем более просто если, допустим, разбирать первый фрагмент Оксимирона, который сейчас был продемонстрирован, то в нем есть вот эта вся классная история с папочкой, то есть классный сценарный ход, практически продуманный. И, в принципе, кстати, Оксимирон, когда в суде выносили свое решение, они отдали этот раунд Оксимирона, как я понимаю, в том числе из-за этого вот сам жест, потому что это стёб над вообще ранними этапами баттлов, когда было принято доставать грязь на оппонента. И поэтому, в принципе, я не знаю, ну то есть гомофобные шуточки того же Гнойного, если их разбирать, то они, конечно, на грани фола, но я бы не назвал их прям гомофобными. Они скорее просто призваны показать, что человек не соответствует, то есть оппонент не соответствует тому, что он сам из себя хочет представлять. То есть когда он разбирает альбом, то получается, что да, на самом деле это обычная антиутопия, что он там не ходит по краю, является совершенно обыкновенным человеком, никому не поэтом, в этом тоже есть какая-то доля правды. А когда Оксимирон просто высмеивает, то каким образом могут оппоненты унижать друг друга, при этом это может быть совершенно ничем быть не основано, просто он играет на публике. Поэтому тут, в принципе, что один, что второй хороши. Ваня, спасибо, я сейчас хочу Михаила послушать. Меня как раз больше всего удивило. Я вообще слушала до того, не так чтобы много, но некоторое количество работы Оксимирона я слыхала. А с товарищем Гнойным я сталкиваюсь в первый раз. И я удивлена, что у обоих парней такое, они такие начитанные. Вот вам, Михаил, как человеку, который пропагандирует чтение, кажется ли, что это мило, хорошо и перспективно? Или же вся агрессивная подача, которая у рэперов существует, ну, как-то нивелирует культурную составляющую проекта? Ну, вообще говоря, я тут, как и все, 13 миллионов посмотрел это все, да? 14 уже. 14 уже, но я уже перестал следить, мне хватило, в общем, одного раза. Я периодически смотрю «Версус». Если говорить о спортивной составляющей, то можно долго рассуждать и даже построить схему, почему Окси проиграл, а Гдойн и выиграл. Ой, это очень интересно, давайте чуть позже к этому вернемся. Сейчас просто первое впечатление. Да, но первое впечатление, которое у меня было, когда я посмотрел совершенно другое «Версус», это абсолютно не показательный, потом скажу, может быть, почему, что это на самом деле все правильно, все очень хорошо. Когда в нем появляются такие персонажи, как Оксимирон, это хорошо. Потому что, как известно, стихотворение... Я очень не люблю поэтов в поэзии, прошу прощения. Говорит человек, который пропагандирует литературу. Да, да, я пропагандирую литературу, поэтому я не люблю поэтов. Стихотворение должно быть таким, что, как известно, что если бросить его в окно, стекло разобьется, это все знают. И здесь то же самое. Стекло бьется. И есть напряжение, есть секс, есть драйв в этом всем, есть кайфовая подача, это классно. То, что они друг друга якобы оскорбляют, но они после баттла жмут друг другу руки и расходятся. Спартак с Зенитом выходит на поле, тоже жмут друг другу руки. Ну, а фанаты когда дерутся? Ну, вы знаете, я как спартаковский болельщик, ни разу не дрался, конечно, но знаю и тех, и других. И, в общем, у меня есть что над тема сказать. Хорошо. Давайте послушаем коллег, который с нами по скайпу. Артемий Килович, вы слышите нас? Да, здрасте. Здрасте, здрасте. Очень интересное ваше впечатление. Мы тут обменемся, собственно, первыми живыми, так сказать, реакциями. Все страшно веселятся, включая ведущую. Как вам эта вся волшебная картина? Мне это все весело тоже, на самом деле. Правда, к сожалению, приходилось мне слушать этот рэп-баттл в подпольных условиях, поскольку квартира полна детей. И, в общем, понятно, исходя из каких причин. Тем не менее, веселился искренне, откровенно и совершенно согласен, по крайней мере, в одном с колонкой Алексея Навального. Его рецензии на этот самый бар, он пишет о том, что какая бы это ни была поэзия, какая бы это ни была культура, она все равно в сто раз культурнее, чем та культура, которую показывают в своих песенных и юмористических шоу, федеральные и прочие каналы нашего официального телевидения. То есть тут, на самом деле, видно, что люди живые, что люди талантливые. Да, они агрессивные, но, собственно, и время такое не слишком миролюбивое, прям скажем. Кстати, баттл Гнойного с Оксимироном очень сдержан. То есть там было гораздо меньше мата, чем его бывает обычно. Я не так давно слушал баттл того же славы КПСС, но тогда он был даже не гнойный, а был он тогда Соня Мармеладова с неким еще рэпером-баттлистом по кличке Рики Ф. Но вот там вот мата было огромное количество и с обеих сторон. Здесь, я бы сказал, имело место очень литературное, выдержанное, я бы сказал, практически скромная версия этих самых рэп-баттлов. Так что мне вся эта история нравится, хотя эстетически я от этого очень далек. Это не моя музыка, это не моя стихия. Тем не менее, вполне могу оценить это вот, что нынешне бывает. Спасибо. Спасибо, Артемий. Оставайтесь с нами. Я бы сказала, продолжая вашу мысль, что у меня сложилось такое впечатление, что Мирон Федоров, он же Оксимирон, он как-то даже бережно вел своего молодого коллегу, если можно так сказать, а поддерживал его и всячески одобрял, и типа, не бойся, мальчик. Мне так показалось? Мне кажется, он показался, скорее стёб. Что касается мата, то да, Оксимирон, наоборот, превратил... То есть он вообще не использовал мата, он сам об этом сказал уже в конце почти третьего раунда. Он не использовал по одной причине, потому что, по его мнению, на тратить, как он назвал русский мат, жемчужин русского языка на гнойного, для него это показалось недостойным. Поэтому, да, я не думаю, что это было как-то сдержанно или скромно, или это была какая-то такая... То есть он побоялся, можно произвести какие-то слова, просто, наоборот, превратил это в ещё один трюк, который он подал ему. Ваня, спасибо. Давайте Шуру Горбачёву послушаем, если он с нами на связи. Александр Горбачёв, музыкальный критик. Да, в чём вопрос? Саша, ну, ваши, так сказать, радостные или безрадостные впечатления? Мы знаем, что вы написали обзор, который касается гнойного. Именно речь идёт об этом батле. Что вам, как критику, показалось важным, может быть, самым в этом всём? Мне, как я уже сообщила, всем, кажется, важная литературная составляющая. То есть я даже думаю, что вот такую взрослую девушку, как я, они таким образом, ну, как бы создают для меня поле восприятия. Не такие уж мы агрессивные негодяи, говорят парни. Мы вполне образованные люди, которые в состоянии говорить и о Бродском, и Лимонова они там вспоминают, и они практически всё вспомнили. От Сталина до Навального, я бы сказала, в политическом поле, и от Гумилёва до себя любимых в поле литературном. Так, Александр. Да, ну, мне кажется, что такой подход к немножко снисходительной, что ничего себе вот рэперы о Бродского знают. Ну, собственно, с какой статьей мы этого не знают, мне как-то не очень нравится. И на самом деле меня поразило в этом смысле, ну, не поразило, а удивило скорее, то, как Оксимирон опять бравировал этими цитатами немножечко, потому что вообще-то мне казалось, что ему самому очень не нравится этот имидж такого интеллектуала от хип-хопа, которым его огорошили в какой-то момент, и как бы все там публичные интеллектуалы в диапазоне, не знаю, там от Веры Полосковой до Михаила Козырева решили, что Оксимирон — это теперь, значит, новый поэт русского рома. Мне кажется, ему самому это не очень всё было приятно. Образованные и культурные люди, как мы с вами, они делают. Очень жаль, что связь у нас. Что удивительно в том, что они, не знаю, читали книги и всё остальное. Вот. То есть, как бы, и мне больше всего интересно в ситуации скорее, ну, как бы реакция, да, и то, как эта батл-культура вдруг вышла в мейнстримовый процесс, и, ну, как бы всё, что я наблюдаю последние четыре дня, напоминает мне сцену из «Войны и мир», где Наташа Ростова приходит, значит, в оперу, насколько я помню, да, и там происходит такое остранение, да, то есть там показывают, как девушка, которая никогда не была в опере, Толстой очень замечательно показывает, да, как она вот воспринимает всё, что происходит, как что-то очень странное, потому что она не знает конвенций этого жанра. И вот здесь то же самое, да, как бы люди начинают удивляться. Ого, а что же он говорит про евреев? Наверное, он антисемит. Или там, он говорит, значит, про что-то, про гомосексуалов, что-то плохое, наверное, он гомофоб. И это ещё при том, что в этом батле было довольно мало или вообще не было шуток про маму, хотя вообще-то, как бы там по мамам друг друга обычно они очень хорошо проходятся. И это очень забавно, потому что, ну, как бы есть некие конвенции жанра, да, это, батл — это пространство, где всё дозволено, где нет табу, да, где задача в том, чтобы максимально виртуозно унизить оппонента вербально. И, разумеется, в ход идёт абсолютно всё. И, ну, как бы, можно, может, там, может ли этот гнойный, там, слава КПСС быть гомофобом на самом деле? Или там антисемитом? Может быть, а может и не быть. Мы ничего об этом не знаем, поскольку батл — это, как бы, специальное пространство дискурсивное, где всё дозволено, и чем удачнее ты эту вседозволенность используешь, тем больше вероятно, что ты победил. И в этом смысле Оксимирон попытался сыграть как раз на обратном. На мой взгляд, у него это не очень получилось. Александр Горбачёв, спасибо. Оставайтесь с нами. Говорят нам, что Сева Масклин, диджей комедии радио, салис группы «Глом» по телефону к нам присоединился. И мы хотим его послушать с его впечатлениями от батла Гнойного и Оксимирона. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже, я даже в этом случае не как Наташа Ростова в опере, а как, не знаю, как стипашка, которая смотрит фильм «Звонок». То есть я совершенно, абсолютно невинно хлопая своими глазками, смотрел и половину не понимал, что происходит. Несмотря на то, что в моё время мы сделали рэп-пародию на рэпера Сяву, то, собственно, этим мои подслуги в рэп-жанре ограничены. До этого батла я видел только пару выпусков этого батла, и то не выпусков, а, как сказать, я выдержал только по одному раунду, потому что моё нежное любящее сердце не выдерживало этого кошмарного негатива и словесной диареи. А именно так можно описать. Только так можно описать некоторые выпады некоторых участников. Ну, я это даже посмотрел, потому что все говорили. Ну, нет, ну, не знаю. Мне, конечно, показалось здорово. Конечно, они прекрасно владеют словом. Я по образованию филолог, я знаю, о чём говорю. Вот, и Оксимирон, и, конечно, как мальчика зовут, Гнойник. Да, вот, Гнойник, он же слава КПСС. Просто, конечно, и, причём, так сказать, обилие тема, так сказать, широта кругозора и тематики, которыми они оперировали, конечно, вызывали уважение. Но, если честно, в целом это оставляет довольно тяготное впечатление. То есть очень негативно, очень негативно, без просветления. То есть радость из жизни людей постепенно уходит. У меня такое ощущение сложилось. В общем, не знаю. Мне как-то, видимо, я какой-то онскульный, какой-то человек, не знаю, старой формации. Я не знаю. Всё-таки, мне кажется, творчество должно какое-то наслаждение и радость приносить. А тут, в принципе, ничего, кроме поливания фекалиями друг друга, ничего не происходит. Поэтому у меня, так сказать, негативное впечатление. Но, Саид Гайф, ничего не поделаешь, дорогие друзья. Вот, собственно. Сева, спасибо большое. Ну, ужасно-ужасно. А 14 миллионов просмотров мы никуда не денем всё-таки. Я не говорю, что ужасно. Не говорите, Михаил. Я говорю, что прекрасно. А вы ещё нам обещали рассказать, какие спортивные схемы использованы в этом... Почему Аксюберон прыгал? Потому что он хотел проиграть. У меня тоже впечатление сложилось. Это было совершенно точно. Я почему сказала, что он как бы видел молодого... Здесь, опять-таки, на любую жизненную ситуацию есть цитаты Бориса Гребенщикова. Молодая шпана, которая сотрёт нас с лица земли, нарисовалась прямо на глазах. И он совершенно чётко шёл проигрывать. Потому что я смотрел другие его баттлы. Он приходил и размазывал. Он размазывал интеллектом. Это правда. Я не скажу, что это был... Размазывал словом. Размазывал талантом. Совершенно несомненным абсолютно. Здесь соперник был достойный. И, насколько я понимаю, он же самого вызвал, да? Нет. Ну, просто Гнойный несколько раз вспоминал в своих баттлах по стороннице о том, что Аксюберон у себя якобы ничего не представляет, по моему мнению. И после этого, год назад, Аксюберон вызвал уже тогда Гнойного. Я бы не согласился бы с тем, что Аксюберон шёл проигрывать. Я тоже сначала так подумал, но я пересмотрел пару раз некоторых моментов. И мне кажется, на самом деле, что он просто больше баттлил, не знаю, как извиняюсь за такое выражение, самого себя, чем Гнойного. Потому что он уходил в логические отступления. Он рассказывал о слове СПБ, о том, что он зарабатывает много денег, о том, что у него проблемы с... Ну, то, что у него предстоящий концерт в Олимпийском и так далее. То есть он больше читал, и текст был посвящён больше самому себе. А Гнойный разбирал просто всё по порядку. Там первый раунд был, когда Гнойный просто прошёлся по его творчеству. Второй раунд, потому как Аксюберон, что он якобы не умеет баттлить. И третий раунд уже просто почти как личность он разобрал. Поэтому Гнойный просто занимался делом. Он там даже иногда просто якобы отходил от Аксюберона, но якобы показывает, что причём не, собственно, я. Поэтому я думаю, что вряд ли Аксюберон сам это спланировал. Вряд ли, конечно, это какой-то серьёзный урон ему нанесёт. Потому что, может быть, наоборот, какие-нибудь фанатки придут его поддержать, ещё больше набьют тем самым Олимпийским. Но, по-моему, нет. Вряд ли это было какое-то заранее поражение. Да, он же Олимпийский собирается набивать. Это фантастическая история. У меня не сложилось впечатление, что это договорняк. У меня сложилось впечатление... Нет, это не договорняк. Это не договорняк. Но у меня сложилось впечатление, что вот этому сообществу потребовалась новая звезда. И эта звезда — это слава КПСС. И вот они его создали всем миром, так сказать, вот этим рэперским. Вот таким образом. Ну, он создался сам. Но просто он сейчас сформировался. Потому что он, по факту, если так рассматривать, он сейчас является лучшим баттлэмписям в России, как оказывается. Ему просто нужен был нормальный оппонент, чтобы стать этой звездой. Я не скажу, что он мне очень близок, кроме вот этой панкухи настоящей. Это, конечно, круто. Но мне интересно, как он дальше будет состоять в движении антихайп, когда столько хайпа он поднял именно своим появлением. Это не новое, не прям что-то такое совершенно необычное. Но в любом случае, мне кажется, что надо дальше следить уже за творчеством его. Если он будет заниматься чем-то интересным, то это будет интересно. Но в плане текстов, именно как в плане музыки, это же вообще как бы не имеет почти никакого отношения к музыке. Это не про музыку, а про текст. И в плане текстов, возможно, у меня будет что-то интересное. Но я думаю, что Окси лучше получится. Так что в баттле выиграл Гнойный, но пока что победителя остается Окси Верон как исполнитель. Больше. А безусловно, но просто как личность он интереснее. Кто именно? Гнойный? Нет. Окси. Окси, мне кажется, ли, более интересный человек. Я не соглашусь. Во-первых, Лена, ты представляешь, где находится Хабаровск, да? Да. То есть оттуда приехать еще нужно. Вот, приехать и как бы стать тем самым условно Джорджем Харрисоном из Ливерпуля, который покорил мир. Вот парень последовательно идет к этому. Эти смены ников бесконечные, это же прекрасно. Он прекрасно все делает. У него хороший русский язык. Грамотный русский язык. То, что он матерится как шестиклассник, ну, это как бы, ну, это его проблема. Но это возрастное, оно уйдет. Оно и у Лысого то же самое было. То есть у Окси. Да. У Лысого это Окси. Объясняем для тех, кто нас слушает, а не смотрит. Ну, я вот просто вижу его в затылок боковым зрением. У него то же самое же было. Просто он от этого ушел. Мат ради мата никому не интересен. Да, Миша, спасибо, коллеги. Я предлагаю посмотреть опрос на улицах Москвы. Традиционная радость программы «Лицом к событию», когда народ отвечает на наши иногда умные, иногда заговыристые, иногда совсем простодушные вопросы. Я была уверена, что интернет-публика – это одно, а люди на улицах Москвы – это совершенно другое. Каковы же были наши удивительные впечатления? Пожалуйста, покажите нам опрос. Слушаете ли вы рэп и смотрели ли вы рэп-баттл в интернете? Вот это Оксимирон и кто-то еще? Ну нет, я только знаю то, что это очень популярная тема и хайповая. Ну, я видел в сети, но я не слежу за этим. Я не фанат этого дела. Круг очень развит, да, вот в этих полях. Особо не заморачивался, но так творчество «Бастер» очень нравится. Вы не ожидали, что Оксимирон проиграет? Ну, из русских, наверное, Лиуан нам нравится, а из зарубежных, не знаю, Снуп Дог. Мы не фанаты, не смотрим. Ну, да, я тоже не фанат всяких этих интернет-трансляций, но, в принципе, если будет возможность, то, может, посмотрим. Мне это ни в коем случае не было интересно. У меня были другие занятия – чтение книг, занятия спортом. Мне это просто было неинтересно. Я болела, конечно, за Оксимирона. Я тоже. Конечно, разочарована в том, что он проиграл. Для меня он более талантливый. Какая-то ерунда. Лучше бы на каком-то дуэль старого образца. В общем, мы считаем, что это немножко тухло. Не знаю, мне не нравится версия «Баттлы». Просто смотрела, но не особо впечатлилась. А я собираюсь посмотреть, потому что люблю Оксимирона. Я тоже поклонник Оксимирона. Даже с того времени, когда он начинал, он начинал только в 2008 году. То есть он выложил в интернет свой трек, который записал еще год-два назад. И сразу набрал просмотры. Достаточно коммуникабельный, подкованный человек, молодой человек. То есть такие нравятся люди людям. Оксимирон и Гнойный. Я считаю, что Оксимирон, он лучший. У Гнойного был только поток грязи, а Оксимирон очень лирично и поэтично к этому подошел. Мне больше всего понравился Джарахов, как он Ларину делал клип «Город под подошвой». Был намного лучше, чем этот рэп-баттл. Мне больше Оксимирон нравится. То, что я его больше фанат. Ну, вот так вот разделились за меня народ. Народ Оксимирона предпочитает. Но вообще, конечно, я удивлена тем, что люди в курсе. Я правда думала, что одно дело – это публика интернета, а другое дело – люди на улице. Понятно, что мы выбирали молодых людей, но даже это такая показательная история. Знаете, вот о чем я вас хочу спросить. Отчасти уже Саша Горбачев затронул эту тему. Насколько вот это пространство баттлов, пространство рэперов, то, о чем они говорят, насколько оно является похожим, насколько оно является моделью нашего общества. Понятно было, да, Саша уже сказал, что совершенно не факт, что эти люди антисемиты и комофобы, просто это такой принятый язык агрессии. В этом условии поединка. Является ли условием, является ли наша жизнь, а вот она мне все больше напоминает эти условия, поединка, вот этой моделью вот этой битвы. Смотрите, что уже происходит два дня. Навальный пишет колонку. Значит, Шнуров, следуя культурным тенденциям, пишет, что он хочет вызвать Познера на баттл. Люди шутят, с кем бы побатлиться Путину или Трампу, ну и так далее, и так далее. То есть это идеальная модель для какой-то общественной, хочется сказать, общественного хайпа. Примерно так. По-моему, сейчас, конечно, открыла Америку, потому что сейчас основоположники марксизма и ленинизма говорили, что жизнь борьба. Вот, и, конечно же, модель. Все модель. Человек заходит в трамвай, наступает на ногу соседу и дальше наступает баттл. Или не наступает. В зависимости от уровня подготовленности участника. Мы уже не говорим о соцсетях. А, это вообще, это в интернете кто-то не прав. Говорит не о чем. Это мы проходили неоднократно. Поэтому, конечно же, да, конечно же, все является моделью всего. Я не знаю, как это философский термин, который это все описывает, то, что я сейчас сказал. Но так оно и есть. Окей, давайте Артемия Труицкого послушаем либо по этому поводу, либо по какому-то другому эстетическому, чего мы не заметили еще в этом замечательном часовом шоу. Ну, я бы сказал, что то, что бросается в глаза, точнее, в уши, это то, что, в общем-то, вся эта история, если не считать иногда навязчивого ума, то, в общем-то, она начисто лишена пошлости. Поэтому, скажем, если сравнивать Рэббат с вот всеми этими нашими стоящими комиками, этими комедик-клабом и так далее, то я бы сказал, что эти ребята, они гораздо, во-первых, умнее, во-вторых, гораздо чище. Я уже не говорю о том, что они намного талантливые. Потому что вот там действительно пошлятельно. И вот там вот, если шутят на еврейские темы или на темы гомосексуалистов, вот там на самом деле звучит сально, звучит гнусно. Да и публика на это отзывается соответствующим образом. И все это крайне, крайне жалко выглядит. В данном случае у меня не было такого ощущения. У меня не было ощущения, что люди хотели понравиться публике тем, значит, что они унижают какие-то меньшинства. И в этом смысле я всецело на стороне этих ребят. И я думаю, что по этой же причине реб-баттлы, по крайней мере, в их таком достоверном, правильном виде, они никогда не станут феноменом, скажем, российских масс-медиа. Для этого они слишком откровенны, слишком честны и слишком лишены вот этой вот массовой, сервильной вульгарности. Поэтому не думаю, что, например, какие-нибудь шоу типа «Версус» станут транслировать центральное телеканаду. То есть, если они это и будут делать, то наверняка в какой-то очень строгой цензурированной форме. Ну и, соответственно, пошлитое это явление тоже. Думаю, что этого вообще не произойдет, и слава Богу. Потому что интернет, в этом смысле, гораздо более мощный медиум, чем телевидение. По крайней мере, для той части населения России, которая пребывает в таком вот возрасте, плюс-минус, интернет гораздо популярнее, чем телевидение. и то, что смотрели этот баттл больше, причем значительно больше народу, чем прямую линию с Путиным. Это уже об очень многом говорит. Это говорит о том, что просто есть две России, то есть, на самом деле, их еще больше, но, по крайней мере, их есть две. То есть, есть Россия молодая и подростковая, а есть Россия, которые смотрят телевизор. И надо сказать, что будущее, естественно, за теми, кого я назвал вначале. Артем Никеевич, спасибо. Чудесное замечание. Александр Крабачев, если с нами на связи, я хочу, Саша, еще раз к вам обратиться вот по этой части. Баттлы как модель российского общества. Согласны ли вы с этой идеей или есть какая-то коррекция у вас? Да, мне кажется, это тоже какая-то крайняя, как бы сказать, огрубляет суть. Да, как бы всегда, собственно, как отчасти бывший критик, я знаю это искушение, во всем, что пользуется какой-то широкой популярностью, хочется увидеть отражение России. Значит, Стас Михайлов там отражение России или там Оксимирон, или там, я не знаю, телешоу пусть говорят, да. не думаю, что баттлы как-то что-то там говорят о российском обществе. Я согласен с Артемиум в том смысле, что действительно это какая-то более живая и остроумная в частности вещь, чем все, что показывает российскому телевизору. И в этом смысле я думаю, что баттлы являются еще одним сигналом того, что просто российский YouTube сейчас является самым интересным и живым медиа в нашей стране. Видеоблогеры в общем явным образом работают для нового поколения вместо телевизора. Успех того же Навального с последними акциями с молодежью явно обусловлено тем, что ему удалось понять, каким образом найти язык в частности для разговора с YouTube и аудиторией. И этого очень много. Ну то есть вот там в этом баттле допустим все-таки бились рэперы. А в кучу во втором по популярности баттле в истории Версуса бились вообще Хованский и Ларин это два человека с YouTube как бы комедианта шутника. И в этом смысле конечно Версус это часть этой вселенной и его успех стоит мне кажется рассматривать именно в том контексте что вот есть очень живое очень бодрое абсолютно свободное пока еще слава богу медиа за которым человек который хочет понимать что происходит с людьми моложе 25 лет в России в общем более-менее обязан следить и Версус просто одно из проявлений которое сейчас взорвалось в силу ряда технических и содержательных обстоятельств. Спасибо. Версус имеется ввиду объясните мне если я не права Версус это такая площадка на которой все происходит и это Питер. Я правильно понимаю? Я предлагаю нам послушать наших героев у нас есть еще два фрагмента подготовленные заботливой рукой студии о том как это было пожалуйста Оксимирона нам покажите друзьям я бодибеггер антифейкер оригинал рашин хейтер мать мать еврейка мой батя как батя дрейка бича бича айски как граммки ты фокинг пейган Кенниг мать его таун е16 бэйб Кенниг мать его таун е16 бэйби Слав тебе пора в кровать собирать наклейки хоть убей вам не понять как делать с кайфом треки ведь ты умеешь только батлить и писать ремейки а я универсальный солдат в клубе не станет солдат у вас пока тьфу ты мои слюни стираешь солба дурень тут правда семья обик и драга друзья мы тремушки теры из романа ремарка с дюмай как там у вас па па в твое лицо из РПГ ваш хваленый легион гипсокартон и ДСП вы же просто балаболы с подростковым ЧСВ версус то что никогда не сможет вот и все вся история с хроникой а теперь за меня эпилог зачитает мой мертвый хоми а.к. Николай Гумилев вот про вас когда над миром новым бог склонял лицо свое тогда солнце останавливали словом словом разрушали города и орел не взмахивал крылами звезды жались в ужасе к луне когда точно розовое пламя слово пролетало в вышине но забыли вы что осиянно только слово сред земных тревог и в Евангелии от Иоанна сказано что слово это бог вы ему поставили пределом скучные пределы естества и как пчелы в улье запустелом дурно пахнут мертвые слова здесь нужно сделать небольшой комментарий к тому что слово СПБ это вторая площадка после не умеешь пользоваться словами да и слова для тебя ничего не значит ты плохой литератор глотычный момент когда тебе лежит несриный язык ну в общем и еще раз к вопросу о том что человек пожалуйста наизусть парит тебе Гумилева я думаю что там у него на подкорке еще немало текстов ну и давайте наконец гнойного он же слава КПСС он же Соня Мармеладова прекрасно вот это прекрасное количество его псевдонимов его ну один из фрагментов заключительного речи третий раунд будут еще конкурсы тушим свет мы проигравших сошлем бутырку давай после истории с Чечней я лучше всех попадаю карандашом бутылку а ты так и живешь на пафорсе творца культуры да без самоиронии без угара порча Акелла промахнулся когда сышь мимо писсуара самовлюбленная тут не театральные подмостки но ты провел за зеркалом больше времени чем Андрей Тарковский все эти все эти песни что только про себя как ты в одиночестве с мешком полония шесть классов подряд не пытался понравиться тем кто сперва презирали тебя сомнительная снимаешься в фильме Жигана это весьма красноречивый симптом походу это единственный в мире даун у которого еще и стокгольмский синдром как генерал Власов ты просто мразь и предатель ведь когда пришли новости из Берлина ты поменял лагерь отбросил друга быстрее чем шоурум я бы не доверил тебе спину словно ты пьяный тату-мастер тебе было 15 и все это ради зрелища стадионов и гудящих толп для эго твоего размера олимпийский подходящий гроб и когда я думаю и когда я думаю и когда я думаю стоп не может быть ведь оксимирон он же куда умней я просто вспоминаю что тебе нравится Леха Медь что ты хвалишь Мози Монтану и мечтаешь собрать олимпийский разборчив во вкусах как малолетняя путана на вписке вот виртуознейший и очень грубый и насыщенный смыслами фрагмент история с Чечнью это история самого Гнойного когда он там обсуждал Кадырова у него даже были неприятности если я правильно помню там просто в одном из батлов он упомянул в числе прочих девушек в том числе чеченских девушек и после этого у него были какие-то проблемы ну он извинялся перед чеченским народом насколько я понимаю а вторая часть его выступления посвящена так сказать известной биографии Мирона то есть Окси Мирона и все эти значит виртуозные стилистические обороты я вот о чем хочу поговорить литература ли это вот мы с Иваном сегодня днем уже начали это обсуждать и вы Иване сказали что это вы не уверены что это поэзия не уверены что литература но что это хороший текст я правильно поняла да я бы не то что не уверен что это литература я бы не назвал это пока что так ну то есть во-первых я не являюсь там литературоведом чтобы это оценить но мне это даже больше нравится потому что это все равно ну наверное самое яркое событие в русском языке которое произошло в этом году какое бы оно ни было там куча агрессии или маты или все что угодно и во-вторых мне это очень нравится потому что это такое ну народное творчество что ли не знаю потому что если оно пользуется успехом среди практически всех слоев групп и возрастов в той или иной степени то это как бы на любом случае имеет какой-то какой-то вес и это классно я не знаю литературу или нет но это очень крутой текст да если в двух словах мне попадалось вчера или сегодня версия такая что это то же самое что происходило в утепленные годы сочтение поэзии в политехническом институте Мишель ну еще там и футуристов приплетают всех приплетают в кучу так вот литература или текст или что-то другое откуда же я знаю я же по образованию электрик я поэтому не могу сказать литература это или текст и вообще чем отличается текст от литературы пускай там профессионалы этого дела как бы для меня это литература как для потребителя этого это хорошо хорошо написанный текст на русском языке там есть и вкрапление английского как мы слышали ну неважно просто хорошо написанный текст на русском на английском цитата кстати это была не помню из чего она помнит цитата это это хорошо это качественно это приятно слышать несмотря там даже на мат бог с ним с матом все матерились жемчужина русского языка да жемчужина русского языка и Пушкин солнце русской поэзии и наш все Лев Николаевич Толстой все матерились можно я сейчас вот у наших музыкальных критиков спрошу про то как американские корни рэпа чувствуют себя в русском языке насколько это вообще органичная история нет потому что 14 миллионов мы уже можем сказать что она страшно популярная но насколько она естественная я например знаю людей которые говорят ой я не могу это слушать потому что это ну это не русское просудие мне тяжело понимать о чем идет речь потому что это звучит не по-русски это очень искусственно а еще есть рэп на французском языке на испанском насколько я знаю и даже на бурятском и на якутском дело в том что рэп как мне кажется на этот ритм ложится гораздо лучше чем на рок-н-ролл я думаю что Артемий нам сейчас про это то же самое скажет ну давай интересно да послушаем что Троицкий думает об этом ну я думаю что в каком смысле можно сказать что Россия и рэп нашли друг друга то есть если говорить о русском роке который мне естественно поколенческий гораздо ближе то тут довольно довольно тяжело складывались отношения между нашим языком и нашими музыкантами и то что из русского рока получилось это такая фактически литература центристская довольно унылая низкоэнергетичная рок-музыка которую на западе никто в общем и рок-музыкой даже не считает что касается до рэпа то вот здесь вот эта вот страсть нашего человека к выражению через слово причем через максимальное количество слов и с максимальным папством вот тут вот это действительно находит совершенно оптимальный оптимальный выход поэтому немного странно что так долго так долго все-таки рэп пробивался потому что я помню что я судил самый первый рэп-фестиваль это было еще в Советском Союзе в 1990 году и уже тогда был дельфин уже тогда были какие-то известные сейчас рэперы но это было почти 30 лет тому назад а прорыв случился вот только фактически где-то года 3-4 как тому назад поэтому долго была дорога но пришла кажется именно туда куда следует Артемий спасибо спасибо и Саша Горбачев ну я вообще не понимаю постановки вопроса про просодию ну то есть я знаю что такое просодия но не понимаю в чем проблема в этом смысле русского языка это такая же история как музыканты там некоторые говорят что русский язык он не певучий дескать поэтому будем петь по-английски ну мне кажется это ерунда русскому рэпу очень помогает некоторая литература центричность русской культуры да которая там в упомянутом русском роке чувствовалась да и в данном случае это даже идет ему на пользу и как бы русский рэп на данный момент является самым живым жанром российской музыки вот просто там происходит куча всего буквально там раз не знаю в год совершается какая-то интересная жанровая там революция или он захватывает какие-то новые пространства да сейчас по сути там хип-хоп заменяет собой рок-музыку там в виде того же Оксимирона в смысле точки зрения месседжа и какой-то драйва да или там группы 25-17 и поп-музыку смотри там группу Грибы или какого-нибудь Джак-Алибы или кого угодно и танцевальную музыку и что угодно да это как и в Америке в общем-то это жанр который вбирает в себя вообще все что происходит вокруг делает это очень успешно и ну если кто кому не нравится ну как бы мы не виноваты да в общем не знаю как ответить людям которые не могут слушать но это и ваши проблемы ну да это какое-то внутреннее препятствие между этим этим звуком я бы сказала этим ритмом и тем вероятно к чему человек привык а знаете я еще хотела вас спросить вот меня вообще феномен видеоблудника страшно интересует я была уверена до определенного момента что в интернете преобладает история текст-картинка что люди кликают на картинку под которой текст а видео ну как бы не очень это длинное видео это длинное видео отнимает время отнимает силы сейчас опять же говорю 14 миллионов и когда ты видишь цифры популярных видеоблогеров неважно рейперы они или люди из комедиклаб или там откуда-то еще ты поражаешься тому количеству просмотров которое там совершенно совершенно очевидно что скажете я думаю что дело не в видеоблогинге насколько это вообще само мероприятие было более-менее закрытым если бы можно было если бы они сделали его открытым я думаю туда пришли бы больше чем 14 миллионов людей поэтому тут мне кажется делалось именно в самом версии в батле а не в том что это было записано на камеры и выложено опубликовано на ютубе здесь мне кажется вообще ни при чем ну то есть это просто сам факт сам батл был настолько интересен что он мог быть в любом формате его бы все равно слушали и смотрели неважно где он происходил бы поэтому я не понимаю честно говоря при чем здесь особенно видеоблогинг и как это связано я имею ввиду то как люди потребляют информацию мне кажется если бы они могли прийти все 14 миллионов людей то они бы пришли туда спокойно посмотрели хорошо Иван вот вы когда начали смотреть вот эти рэперские бои три года назад я бы не сказал что это каждый день ну да не первый год наверное но я бы не сказал что это там то чем я занимаюсь каждый вечер но какие-то отдельные ну я думаю что все здесь присутствующие более-менее в том и в той или иной степени смотрели все батлы на Ксимирону как минимум потому что он самый яркий там персонаж вообще да я с Сашей с Горбачевым очень согласен в этом плане что русский рок живет в русском рэпе и он продолжает по крайней мере особенно когда ты слушаешь и смотришь такие батлы то да это рок-н-ролл жив я на самом деле понял когда ты сейчас сформулировал ответ на первый вопрос почему мне так понравилось потому что я когда это смотрел я наверное долгое время почувствовал себя свободным вообще от всего ну то есть это классно когда нет никаких ограничений и это был такой вечер свободы и просмотра этого батлы то есть прямо вот это ваш язык да внутренний голос не знаю ну это не то что внутренний голос я понимаю что там нет никакой наигренности никто не пытается меня в чем-то там не знаю обмануть или прикрыться чем-то или как-то там не сфальшивить это было действительно честно и с этим очень редко сейчас приходится сейчас поэтому да это было это было классно да Михаил тоже как давно начал смотреть ну где-то полгода я случайно к этому пришел мне понравилось я смотрю я обычно делаю этого специально и там ну яичницу жаренок вот тут оксимирон говорит это был какой-то совет друзей нет нет я уже старенький я в общем это сам да я буквально вчера на тему с дочерью беседовал дочери 14 лет она сказала папа и ты туда же типа я узнала твою черную сторону сейчас темная сторона слабая темная сторона папа потому что я не смотрел и не собираюсь но каждому свое как бы там арбуз или свиной хрящ знаете что мне еще кажется интересным как и русский рок русский рэп страшно политизирован и социально остер может быть русский рок склонен к таким вот к этому к учительству и миссиянству а русский рэп совсем нет вот можно ли говорить о том что это политизированная площадка и в этом смысле голос поколения в смысле недовольства существующими и там и миром взрослых и чем-то еще я фантазирую мне кажется вообще не политизирована и вот можно посмотреть насколько это интересно аудитория которая смотрит подобные батлы ровно по содержанию по упоминаниям каких-то политических тем в самом батле то есть это был один раз когда упомянули фильм «Он вам не Димон» то есть который причем назвав его довольно-таки трусливым поэтому это мне кажется все отношение к политике и вся политика лимонов еще как фигура именно как политическая фигура там ну да ну да в той или иной степени но всего мне кажется там была не как политическая фигура там конкретно совершенно сюжет вспоминался все окей воспринимается согласна и тот же самый вопрос только очень быстро у нас две минуты до конца эфира Артемий Троицкий и Саша Горбачев Артемий политика и рэп я права или нет я думаю что не совсем то есть я думаю что во-первых вы слегка преувеличиваете степень политизированности русского рока это популярный миф который отчасти я в свое время раздувал но честно говоря это не совсем так вспомните хоть одну русскую рок-песню ну там Александр Басболчок может быть где вышла речь о КГБ я вот например не помню ни одной фактически или о КПСС или о Минкульте или о Комсомоле да нет ничего такого особенного не было что касается Дарепа то опять же там основные мишени другие то есть это это менты это наркотики это это всякие ханыги барыги и так далее то есть я бы не сказал что много здесь политики то есть скажем у Васи Обломов или Нойз МС которым по-моему рэп-бэтлеры относятся очень плохо политики гораздо больше спасибо большое нам пора просто уже завершать программу я страшно извиняюсь я процитирую как раз Оксимирона я к вам никогда не приду будто в школу МВД и моя любимая цитата из Гнойного батлер должен быть психологом а не вести себя как у него на приеме о битве двух рэперов сегодня с Михаилом Фаустом создатель народного соревнования открою рот журналистом радио с вами был Иван Мартыненко по скайпу с нами были Артемий Троицкий и Александр Габачев по телефону Сева Москвин вела программу Гелена Фанайла субтитры Северненко Северненко Северненко